Клубом МВД и Ярославским Локомотивом. Эта серия стала первой, ну и единственной, соответственно, на данный момент в этом плей-офф, которая прошла весь отмеренный регламентом путь. Матч номер 7 в серии до 4 побед в принципе абсолютно непредсказуемый, потому что сегодня, думается, можно зачеркнуть те 6 матчей, которые команды между собой провели, и победитель этой серии определится именно сегодня и станет им та команда, которая положит на алтарь победы в данный момент, в данной игре, в данный час, чистого игрового времени или больше, если потребуется абсолютно все, что есть. Эту серию можно сравнить с великолепной шахматной партией, в которой был блестяще разыгран дебют преимущественно, по которому получили хоккеисты МВД, а затем последовал Миттельшпиль, в котором на победу стояли ярославцы, но, так продолжая говорить шахматным языком, серии единственных верных ходов подопечным Олега Знарокова удалось шансы уравнять, и вот теперь Эншпиль. Кто-то сегодня получит мат. Россия, священная ротка держава, Россия, любимая наша страна, Могучая воля, великая слава, Твое достояние на все времена, Славься, цветь и слева, Наши свободные Адских народов союза вековой Предками данная Мудрость народная Славься, страна, Мы гордимся тобой Бой! Девушки, мы верхним Польша ulsion Добрый день! Встреча с Лаинского погибли к рождению республики Польша. Спасибо. Телеканал «Россия-2» представляет матч номер 7 финальной серии западной конференции континентальной хоккейной лиги между хоккейным клубом МВД и Ярославским локомотивом вместе с вами. За ходом этой встречи будут наблюдать комментаторы Олег Браташ и Роман Скворцов. Составы команд вы видите на своих экранах. По сравнению с предыдущей встречей между этими соперниками изменение минимальное, точнее оно одно-единственное. Андрей Скопинцев возвращается в состав хоккейного клуба МВД и эта замена вынуждена. Автор второй заброшенной шайбы в том самом матче номер 6 защитник Соловьев получил серьезное повреждение с отрясением мозга, сломал руку и в итоге не в силах он помочь своей команде в этом матче. Ну и даже если хоккеисты МВД пробьются в финал Кубка Гагарину, то и тогда его появление в составе маловероятно. Ссудит сегодняшнюю встречу Вячеслав Буланов, Алексей Ромодин. Им помогают линейные арбитры Андрей Рогачев, Сергей Шелянин с составами команд. По пятеркам познакомлю вас чуть позже. Скажу здесь, что основные голкиперы Георгий Гелашвили и Майкл Гарнет занимают места на последних рубежах обороны. И, Олег, вам слово, такой своеобразный превью к этой встрече. Ну что ж, 3-3 решающая встреча. Правильно сказал, я думаю, Николай Борщевский в интервью перед этим матчем, что в таких играх, в решающих, в играх равных соперников, достойных соперников решают все нюансы и мелочи. И вот игра началась и посмотрим, за кого же в этой встрече будут эти мелочи и нюансы. Ну и, конечно же, огромное будет значение иметь игра вратарей на последнем рубеже обороны. Мы знаем, что Гарнет, вратарь ХК МВД, очень ровно проводит весь сезон, стабильно, надежно играет и в плей-офф, и в регулярном чемпионате. Чего не скажешь о Георгии Гелашвили. Очень хороший, очень сильный вратарь. Но вот не всегда, не всегда его игра стабильна. Но сегодня игра решающая, и поэтому очень много будет зависеть от действия вратарей. Укисты обеих команд не стали откладывать дело в долгий ящик. Не самый опасный момент приключился у ворот Майкла Гарнета. И едва тут не вспыхивает очень серьезная потасовка стенку на стенку. Вашчик толкался, заднику досталось. То есть тут Гуськов приехал таким образом в любом случае. Брасывание уже будет произведено в средней зоне. И еще вопрос, не определят ли арбитры какие-то нарушения. Похоже, просто ограничиваются они выносом шайбы в среднюю зону, так как от синей линии защитники приехали к воротам стоять за справедливость. И, собственно, здесь арбитры предпочли проявить терпение и понимание по отношению к заведенному и до предела мотивированным пикистам той и другой команды и пока не стали вмешиваться в ход этой встречи удалениями. Возвращаясь к игре вратарей, все-таки можно сказать, что в этой серии был свой звездный час у Георгия Гелашвили. Патч номер пять, который проходил здесь в Балашихе, когда блестяще отыграл голки перлокомотива на ноль. И как раз в той встрече не выручал своих партнеров Майкл Гарнет. Но, с другой стороны, сумел реабилитироваться. И в шестом матче серии, который проходил в Ярославле, бесподобие Майкл Гарнет лишь раз железнодорожники сумели его пробить. Да и то голкиперу по тому эпизоду вопросов практически никаких нет. Там, скорее, полевые игроки не сумели своего голкипера подстраховать. Ну и одной из, наверное, главных мелочей, одним из главных нюансов в сегодняшней встрече станет все-таки то, кто сумеет открыть счет в этой встрече. Цена первого гола в этой серии велика просто невероятно. Да, причем мы знаем, что команды очень хорошо подготовлены тактически, что ярославцы, что хоккеисты ХК МВД. И поэтому, естественно, заброшенная шайба, она наложит тактический отпечаток на дальнейший ход встречи. Мы знаем, что всем, ну, во всяком случае, и этим командам удобнее все-таки играть, введя в счете и играть на контратаку. Постепенно заполняются трибуны арены Балашиха. Есть еще свободные места, но что-то мне подсказывает, что уже к концу первого периода заполнится дворец под самую завязочку. Причина тому невероятный всплеск энтузиазма в интернете после гостевой победы хоккейного клуба МВД. Многие посетители интернет-портала подмосковной команды выражали желание и намерение посетить эту встречу всей семьей и болеть за свою команду, которая действительно уже по ходу этого розыгрыша Кубка Гагарина прыгнула выше головы, просто не жалея никаких сил, никаких эмоций, никаких голосовых связок. И действительно, вы знаете, шумно на арене Балашиха с первых же минут этой встречи, честно говоря, даже по ходу этой серии финальной, на Западе не припомню я такой энергетики. Да, конечно, команда ХК МВД в этом сезоне завоевала сердца многих людей, любителей хоккея, и сейчас у Балашиха, где раньше хоккея не было, сейчас живет этой игрой, команду полюбили, на нее стали ходить. И, конечно, вот мы видим как раз и плакаты, что мы вас любим, вы нам нужны. Это, я думаю, ответ на те слухи, которые появились в интернете о слиянии ХК МВД и Динамо, пока не будем обсуждать эту тему, потому что не знаем мы, насколько это все серьезно, эти разговоры. Но я думаю, что волнуются на этот счет балашихинские любители хоккея, которые только успели полюбить свою команду, только полюбили они хоккей, и, правильно вы, Роман, говорите, и семьями стали посещать. Это как и проведение досуга, которого, я скажу, не в избытке, наверное, в этом небольшом городе. И, конечно, потерять здесь только приобретенную вот эту любовь, приобретенную, это, конечно, будет зрителям очень обидно. Удалось мне до матча побеседовать с президентом хоккейного клуба МВД Михаилом Леонидовичем Тюркиным. Он призвал успокоиться всех любителей хоккея. От прямых ответов на такие концептуально важные вопросы он уклонился, но сказал, что руководство хоккейного клуба МВД в будущем сделает все возможное для того, чтобы все остались довольны. Они постараются ни в коем случае не потерять Балашиху, и Балашиха ни в коем случае в будущем не потеряет команду, как бы она ни называлась в дальнейшем. Это во-первых. Ну, во-вторых, сказал президент о том, что сделают все для того, чтобы хоккей в Балашихе развивался, и чтобы те достижения, которых достиг хоккейный клуб МВД в этом сезоне, не пропали в Туни, не разошлись кругами по воде. А вот на этом фундаменте, который уже возведен, продолжали строить новую, мощную, сильную команду. И клятвенно заверил Михаил Тюркин в том, что как только будет закончен сезон, который по понятным причинам хочется руководителям хоккейного клуба МВД, чтобы продолжался как можно дольше, все эти вопросы будут подвергнуты тщательной аналитике. Сгоряча никто не будет рубить шашкой. И все будет просчитано, и обо всем будет объявлено из первых уст. В этом все любители хоккея могут быть уверены. Ну а сейчас хозяева получили численное преимущество. Йозеф Вашичек удален за задержку соперников Клюшко. Ярославцы вылезают в контратаку. Чурилов после передачи Галимова бросал в дальний угол, но не попал. И уже контратака на противоположные ворота. Тертышный пошел в обыгрыш один на один, но Александр Гуськов не позволил себя так легко раздеть. Да, Руслан Зайнулин своими активными действиями в зоне атаки заставил Вашичка нарушить правила. И вот еще минуту будут играть в большинстве хоккеистов КК МВД. Но сейчас ударная пятерка реализации большинства на площадке. Тройка Алексея Цветкова и пара защитников-легионеров Филипп Новак и Мартин Штрбак, которые львиную долю очков для своей команды набрали именно при игре в большинстве по ходу этого сезона. Как его регулярной части, так и в играх на Гагарин. Денис Кокарев, как обычно, за счет своей высокой скорости привозит шайбу в зону соперника. Часто мы видим такой вариант входа в зону, особенно в большинстве, через Дениса. И сейчас ХК МВД еще имеет время на розыгрыш. Бросок с хода, опаснейший момент. Водит на бросок, Гелашвили щитком шайбу останавливает. Недалеко она отскакивает Цветков. Оказывается, на добивание, но там дефицит пространства был у нападающего хоккейного клуба МВД. Поднять шайбу над щитком Гелашвили было ему невероятно сложно. Здесь надежен Гелашвили в ближнем углу. Шайба выскакивает на пятачок, но выбрасывает ее оттуда Ярославца. А здесь ошибка в собственной зоне. Вашечек подхватывает шайбу, которую Новак потерял. Вашечек полон сил, две минуты провел на скамейке штрафников. Пришлось ему поволноваться, конечно же. Да, отметим действие нападающего Цветкова, когда Штербак бросал от синей линии. Цветков стоял прямо перед Гелашвили, закрывав ему видимость, а потом еще и добивая шайбу в ворота в очень сложной ситуации. Там был ярославский вратарь, но с честью вышел из этой непростой ситуации, отразив и первый бросок, и второй. Ну что же, не удалось хозяевам использовать численное преимущество. Вообще, конечно, у хоккеистов МВД проблемы имеются в этой серии. Лишь раз они забросили шайбу в большинстве. Эта попытка была в 28-й, но зато 3 шайбы в меньшинстве уже забросили подопечный Олега Старка. Такая сложная, конечно, это будет тактика. Заманить соперника своими удалениями, попытаться использовать численное меньшинство. Но вот цифры говорят нам о том, что в меньшинстве подопечные Олега Старка играют довольно удачно. Вот мы видим повтор момента, когда Гелашвили очень хорошо сыграл. Здесь отразил и бросок от синей линии, хотя был закрыт нападающим. И потом справился и с добиванием. И здесь тоже надежно прикрыл ближний угол после броска Цветкова, который выкатывался из-за ворот. Очень уверенно начал игру Георгий Гелашвили. Вбрасывание в зоне локомотива сейчас будет. В равных составах играют соперники. Не смогли использовать первое большинство хозяева площадки. Да, вот такая парадоксальная статистика. На то это игра, что не все здесь поддается логике. Что три раза ХК МВД забило в меньшинстве, а в большинстве всего лишь раз. Зайнулин выцарапывает шайбу у соперника. В противоборстве с Яшневским бросает поворотом. А там уже потерял Руслан равновесие. Поэтому бросок такой неточный получился. Шайба попадает в заградительную сеть. Ну, давайте, собственно, познакомимся. Теперь составами играющих сегодня команд по пятеркам. У гостей, как обычно, по ходу этой серии 7 защитников, 13 нападающих. Первое звено. На льду сейчас как раз находится. На льду сейчас находится номинально второе звено. Ну да, но номинально второе, да, согласен с вами. Итак, номинально первое звено. 28-й Александр Калянин, 21-й Геннадий Чурилов, 11-й Александр Галимов. Который, кстати, забрасывал шайбы в четырех матчах подряд на старте этой серии с хоккейным клубом МВД. Так что здесь разговор о номинальности даже, наверное, несколько неуместный. Первая пара защитников Виталий Вишневский и Сергей Жуков. Пятый, двадцать седьмой номера. Вторая тройка, собственно, та, которая на льду сейчас находится. Чехословацкая линия и с Ёжифом Вашичиком в центре. 63-й номер по краям. Девятый Рихард Зетник, 22-й. Сбинок Иргл. И пара защитников, 29-й. Даниэль Чарнквест и седьмой Александр Гуськов. Защитник-рекордсмен по количеству заброшенных шайб в играх на вылет в российском периодстве. Шесть голов на его счету к этому моменту. Третье звено локомотива. Константин Руденко, 34-й. Дэй номер 38-й Андрей Кирюхин, центральный нападающий. 17-й Иван Ткаченко, капитан команды и пара защитников. 41-й номер Алексей Васильев, 57-й Виталий Аникеенко. Такое своеобразное антигерой. В предыдущей встрече с него начинались две контратаки хоккейного БМВД. В те моменты, когда локомотив имел численное преимущество. И так уж получилось, что обе эти атаки стали голевыми. Ну, скажем так, там и нападающие недостаточно активно отработали в оборону в тех ситуациях. Потому что, ну, как в большинстве, защитник закрывает зону. Это, в принципе, нормально. Но там ближний нападающий, кто ближе всех находился, он должен был уже бежать, подстраховывать. Но мы видели, что нападающие не успевали это сделать и страховать своего защитника. Поэтому вина там лежит не на одном, конечно, Анике. Ну и четвертая тройка нападения локомотива. 71-й Константин Макаров, 37-й Игорь Королев, 8-й Алексей Михнов, который в этой серии дважды отличился. В отличие от Вашечка и Иргова, на две игры сохранил патроны. Вашечка и Иргова в этой серии набрали по три очка. Причем все три пришлись на матч, который железнодорожники выиграли в Ярославле со счетом 6-1. В основном, а в этой серии сохраняют они гордое голевое молчание. 13-й нападающий, 91-й номер, Даниил Собченко. И 7-й защитник, 81-й номер, Юрий Уручев, главный тренер Петр Ильич Воробьев. У хоккейного клуба МВД первое звено. 19-й, Денис Кокарев, 9-й, Алексей Цветков, 18-й, Алексей Кугаров. Первая пара защитников, Павел Троханов и Андрей Скопинцев. Заменяет его травмированного напарника Соловьева. Второе звено, 83-й, Мэтт Элисон, 10-й, Константин Голков, 54-й, Денис Масалев. Вторая пара защитников, Филипп Новок, 14-й номер, Мартин Шетербак, 77-й. Третья тройка нападения, Алексей Тертышный, 39-й, 96-й, Евгений Федоров, 12-й, Юрий Бабенко. Третья пара защитников, Александр Бойков, 4-й, Максим Великов, 7-й. 6 защитников и 4 полные тройки нападения играет Олег Знарок. 25-й номер, Руслан Зайнулин, 16-й, Владимир Горбунов и 27-й, Юрий Добрышкин. Это четвертое звено атаки хоккейного клуба МВД. 9 минут, 10 секунд сыграно в первом периоде, счет не открыт, 0-0. Можно, на ваш взгляд, Олег, сейчас какой-то из команд отдать преимущество? Я думаю, что нет, нельзя, потому что очень внимательно команды играют. И, по сути, еще не было таких явно опасных моментов у ворот, но за исключением, наверное, того броска Штербака и добивания на пятачке Цветкова в тот момент, когда МВД имело численное преимущество. А так игра равная такая, присматриваются пока соперники боятся ошибиться. Вот, единственное, знаете, что, Роман, я заметил по первым минутам. Вот в тех моментах, когда Георгию Геллашвили приходилось вступать в игру, действовал он на редкость хладнокровно, спокойно, уверенно. Я имею в виду, все-таки не надо забывать, что это игра решающая, и насколько важна цена ошибки. И очень хладнокровно и спокойно действует вратарь Локомотива. А вот Гарнет явно пока волнуется, и вот в двух моментах так сыграл... Ну, они были не опасны у его ворот, но его волнение, во всяком случае, заметно в действиях. То есть, здесь вопрос, справится ли вратарь с этим волнением или нет. Покидает шайба пределы площадки. Вбрасывание арбитры, похоже, в среднюю зону выносят. Будет оно произведено на сеней линии хоккейного клуба МВД. Горбунов с партнерами на площадке у хозяев. И звено Вашечка на льду у гостей. Я так понимаю, что вернулся к тактике сдерживания вот этой чехословацкой линии соперника Олег Знарок. Вновь Горбунов и Вашечек практически в каждом выходе на лед оказываются друг с другом с глазу на глаз на точке. Здесь очень внимательно мы видим в средней зоне действуют игроки Локомотива. Перехват. И вот они уже в атаке. Зедник смещается в центр. Бросок поворотами задевает шайба клюшку Байкова. Отскакивает в угол площадки. Иргол там ее добывает. И такая позиционная стадия атаки. Прострел на пятачок. Но Зедника оттуда увезли. Рихард разводит руками в стороны, привлекая внимание арбитров. Но там Вячеслав Буланов не преклонен и предлагает Зеднику сконцентрироваться на хоккее. И они на артистической пантомибе. Кирюхин забросил в зону. Гардет шайбу ловит. Ну, здесь кто-то может сказать, такой бросок для очистки совести. Но Кирюхин направлял шайбу в створк. Заставил голкипера соперника включить в игру. Неочевидны там были перспективы входа в зону у Ярославцев. А так Гардет шайбу поймал. И в браслении у чужих ворот гости добились. Тактически самый безопасный выбрал путь Кирюхин. И вот сейчас в браслении. Кирюхин же его и выигрывает. Вишневский с шайбой. Бросок. Шайба отскакивает от Гарнета. И туда тараном просто Руденко покатил. Вот именно Роман, что не отскакивает. Поэтому опасного момента и не получил. Вот если бы отскочило, да, мы видим сколько игроков было скоплений. Готовы были там побороться за отскок и Руденко, и его партнер. Но шайбу-то как раз Гарнет от себя не отпустил. Ну и здесь второй раз Кирюхину не удается в браслении выиграть. Однако ярославцы тут же начинают соперника прессинговать. Руденко закрывает борт и пропускает удар от Юрия Бабенко. Предлагает выяснить отношения с соперником. Так сопроводил его до своей синей линии. Там продолжается оживленная дискуссия у Руденко с Бабенко. Ярославцы уже смену провели. Да и Бабенко, собственно, на смену покатил жестко. Встретил хоккеиста МВД своего соперника в своей зоне. Вообще Бабенко очень такой жесткий игрок. Такой напористый силового плана. И я думаю, что запугать его вряд ли кому-то возможно вообще. Но тем более, что все-таки Константин Руденко такой неглавный боец, мягко говоря, в Ярославле. Как раз ему-то тоже частенько достается за его нестандартную технику. Ага, вот сейчас удаление за атаку Трохановым Калянина за подножку. Но вы знаете, вот такое... Вот мне казалось, что Троханов все сделал, чтобы уйти от этого контакта и не задеть соперника. И вот ушел он все-таки или все-таки задел? Или Калянин изобразил? Вот в чем вопрос. На то, что Калянин шел на этот фолл сознательно, а игрок, защитник МВД всячески уходил от контакта, понимая, что его удалят. Все-таки падение было. И вот вопрос, был ли контакт. Вот, пожалуйста, повтор этого момента. Не видно здесь. Вы знаете, показалось, показалось, что очень красиво Калянин упал. Нет, то, что он шел, да... А вот здесь как раз, вот здесь, пожалуй, было, да? Вот здесь удар-то в лицо, локоточком без внимания остался. Ну, скажем так, по совокупности будем считать, что справедливо остались в меньшинстве хоккеисты ХК МВД. Мы видели, да, там на скамейке, что держит холод на лице Руденко, поэтому досталось ему там. Костя, получая честное преимущество, Иргл Лашичек-Зетник на реализацию выходит при поддержке пары защитников Чарпиз Гуськов. У хоккейного клуба МВД бойков Великов составляют пару защитников и Волков с Элисоном. На точке вбрасывания Элис встал на это единоборство и проиграл. Его, соответственно, не откладывая дело в долгий ящик, ярославцы получают возможность осаждать крепость Майкла Гарнета. Зетник, перевод на синюю линию, но подставляет клюшку Константин Волков, предчувствовал подобное развитие событий, очень четко сыграл. В данной ситуации шайба из зоны вышла и от своих ворот железнодорожники вынуждены начинать новую атаку. Сменили четверку меньшинства хоккеиста МВД Новок Штрабак, Бабенко и Горбунов появляются на льду. А здесь, во вне игры, закатывается Йозеф Вашичек перед самой синей линией. Иргол разразился каскадом финтов, соответственно, темп его продвижения вперед погас. И партнер, который уже раскатился, не мог просто физически затормозить и за синюю линию зацепиться. Горбунов Бабенко, нападающий ХК МВД на льду с защитниками Новоком и Штрабаком. Такая четверка обороняется. А у Ярославцев осталось звено Вашечка. Вот он как раз с шайбой. Очень удачно. Защитники Гуськов и... Гуськов и Янибичарков. Да, и Чарков. Гуськов с шайбой в углу площадки. Там уже готовится Ткаченко, Руденко и Кирюхин выскочить на смену своим партнерам. На ногах они уже довольно давно находятся. Но пока шайба была в зоне соперника, естественно, смена никакая невозможна. Брасывание будет в средней зоне. Вот, собственно, и появляется вторая пятерка большинства. Локомотивы на площадке Васильев и Аникеенко на синей линии будут играть. Но 42 секунды остается Павлу Троханову провести на скамейке штрафников к этому моменту. Вновь Байков, вновь Великов и на этот раз пара фурородов-цветков-угаров на площадке у хоккейного клуба МВД. Ткаченко, Руденко, Кирюхин с защитниками Васильевым и Аникеенко. Такая пятерка сейчас попытается в оставшиеся полминуты реализовать большинство у ярославцев. Ткаченко из своей зоны набирает скорость. Переходит красную линию, выбрасывает шайбу в зону соперника. Но Великов эту шайбу останавливает и выбрасывает ее из зоны. Какое-то повреждение получил Цветков. Успел он поменяться. И сейчас на скамейке ему оказывают помощь. Главное, своим ходом, своими ногами добрался Цветков до скамейки запасных. А значит, есть серьезные основания предполагать, что в худшем случае одну смену он пропустит. И затем вновь поможет своей команде. Ну что же, очень неплохо отзащищались хоккеисты МВД в меньшинстве. В полном составе они играют. Траханов появился на льду. Сейчас единственная проблема в том, что три защитника на площадке у хоккейного клуба МВД. И как-то вот Траханов так в районе синей линии находится. Словно, не может он определиться со своим местом на льду в данный момент. Он определился, занял место крайнего нападающего. Ну, конечно, оно ему непривычно. Но мы видим, довольно уверенно и правильно располагается, опекая защитника Аникиенко в этой ситуации. Вот Добрышкин выбрасывает шайбу из зоны. Причем очень грамотно это делает. Запускает ее по воздуху. Во-первых, лишая соперника шансов сыграть на перехвате. Иным образом, кроме как высоко поднятой клюшкой. А во-вторых, страхуя себя от проброса. Да, если бы был проброс, то тогда смену нельзя бы было произвести. Вот Ярославцы опять в зоне. Михнов здесь ставит корпус. Очень сложно, конечно, против него бороться. Но Горбунову удается все-таки отвезти Ярославского гиганта в угол площадки. Там его партнеры побороли, шайбу отвоевали и вновь выбросили ее, по крайней мере, из своей зоны. Передача под чужую синюю на Михнова принять этот пас он не может. Но тут же... Бойков здорово очень сыграл. Нельзя было ему... Ему удобно было, конечно, по ходу движения в борт шайбу пускать. Но он увидел, что там только соперник. И очень из неудобного положения смог шайбу с неудобной руки вывернуть в другую сторону, где были его партнеры. Траханов набрасывает от синей линии. Там партнеры развивают бешеную активность под воротами соперника. Юрий Добрыжкин там добивал с острого угла, но щитками Георгий Гелашвили смог шайбу отбить. А уже с другой штанги у Юрия не получилось вывернуть. Он просто на пятачок шайбу выбрасывал, но партнеров эта шайба не нашла. Вот мы смотрим, Добрыжкин бросает, а потом отдавал на пятачок. Ну, неплохо поборолись у чужих ворот хоккеиста МВД. Привело это к тому, что, с виду, такая стихийная атака подмосковной команды закончилась для ярославцев пробросом. Так не стали они разбираться, оценивать ситуацию и предпочли просто шайбу отправить к чужим воротам. Соответственно, нельзя проводить смену. И вот эта небольшая пауза, может быть, даже и на руку ярославцам сейчас получили возможность перевести дух игроки-локомотива, находившиеся на льду, звено Игоря Королева, вбрасывание. Он проигрывает, но ненадолго. Хозяевам удалось шайбы в чужой зоне закрепиться. Вот уже идет смена потихонечку в составе у гостей. Иргл будет пытаться в зарудыше разрушить эту атаку хоккейного клуба МВД. Тут и Вашечек, тут и Зенник. И так потихонечку сейчас очень высоким прессингом соперника хоккейсты Ярославля накроют. Ну, с честью вышли из своей зоны. Сейчас хоккейсты ХК МВД и провели атаку сходу. Тертышный со средней дистанции кистевым броском атаковал ворота. Опять очень уверенно и спокойно Георгий Гелашвили эту шайбу отразил. Новок из средней зоны. Шайбу Гелашвили отбивает. Ну, и Вашечек на подборе первым. Гучков там соперника увез в угол площадки. И Вашечек тут как-то был на подборе. Вот опять проброс. Стремятся ярославцы такими длинными передачами к чужую синюю линию. Как можно быстрее организовать выход на чужие ворота. Но пока достаточно в их действиях технического брака, что и приводит к пробросам. Ну и смотрите, заполнились трибуны арены Балашиха. Может быть, 20 свободных мест имеется с той точки, на которой находимся мы. Не более того. Выигрывают шайбу хоккеисты ГВД в своей зоне. Цветков. Диагональный перевод в угол, где угаров сколько его поборется с соперниками. Цветков. Гуськова атакует. Выходят железнодорожники. Вернее, выводят шайбу из своей зоны. И вот только сейчас ее настигают на чужой синей линии. Пока такой стройной, осмысленной атаки говорить не приходится. Гоняют ярославцы шайбу вдоль борта. Теряет клюшку великов. Это очень неприятный момент. Вот хорошо удалось здесь смену оперативно произвести. Траханов появился на площадке вместо обезоруженного партнера. Да, такая идет тактическая борьба. Мы видим, насколько здорово игроки грамотно играют без шайбы. И поэтому очень сложно команда. Вот сейчас защитник пытается начать атаку. Вот кому отдать? Мы видим, как ярославцы без шайбы. Все, вот максимум, что смог сделать сейчас Траханов, это с шайбой добежать до красной линии и вбросить ее в зону соперника. Ну, те ее, соответственно, выбросили. Здесь арбитры посчитали, что была возможность у кистов МВД эту шайбу взять. И так быстро она катилась. И поэтому линейный арбитр развел руки в стороны, давая понять, что игра будет продолжена. Руденко здесь потолкался с многоопытнейшим Скопинцевым. Там, похоже, какое-то повреждение Андрей получил. Держится он за плечо. И вот это очень неприятный эпизод. И так шесть защитников хозяева играют. И судя по тому, что там происходит со Скопинцевым, очень неприятный болезненный удар он получил в плечо. Причем ситуация-то была такая довольно безобидная. Уж не вылетело ли плечо из сустава? Да, конечно, остаться в пятером. Это в начале игры. Ну, в принципе, не в самом начале, конечно. Последняя минута уже идет первого периода. Но все равно неизвестно еще, насколько игра может затянуться. В пятером будет очень тяжело играть защитникам КК МВД, если Скопинцев не сможет эту игру продолжить. Локомотив в атаке. Опытнейший Королев ведет борьбу с Максимом Великовым. И удаление будет в составе Ярославля. Да, вот опытный Королев нарушил правила в углу площадки в чужой зоне за задержку соперника Клюшкой. Он сейчас покинет лед. Как мы говорим, это нарушение из числа неоправданных. Что здесь? Здесь с Великовым боролся Королев. Ну да. Затем переносил Клюшку. Не, вот до этого уже было нарушение, когда он немножко цепанул соперника. Сейчас в районе между рук, где держит Клюшку, игрок. И сейчас это очень строго карается. Судья был рядом и сразу наказал. 17 секунд на игру в большинстве есть у хоккеистов МВД до конца первого периода. Ну, похоже, в этом игровом отрезке ворот Мгилоши. Уже ничего не угрожает. И таким образом реализовывать большинство хоккеисты МВД уже будут пытаться во втором периоде. Ну, а сейчас звучит сирена. На первый перерыв счет пока не открыт. 0-0. Ну что ж, закончился первый период. Счет 0-0. Команды играют очень внимательно, очень осторожно. Практически не видели мы опасных, ну, таких голевых моментов у ворот соперников. По нескольку бросков не самых опасных нанесли нападающие и защитники по воротам. С этими бросками без особых хлопот вратари справились. Идет такая позиционная тактическая борьба. Очень здорово играют команды без шайбы. Игроки очень хорошо знают, что делать. И поэтому преодолеть такую оборону очень сложно. Наш корреспондент Наталья Кларк готова взять интервью по горячим следам первого периода. Мы передаем ей слово Наталье. Спасибо большое, Роман Геннадий Чурилов после первого периода. Геннадий, но если не все получается у первой пятерки, может быть, стоит остальным ребятам взять на себе инициативу и выступать первым номером? Ну, мы так и стараемся. У нас играет, как бы это доказал весь плей-офф, играем 4-12, все могут забить. И никто ни на кого не надеется. Вот возьмем момент удаления, когда Павел Троханов оказался на скамейке штрафников. Действовали хоккеисты на льду. И как вы думаете, почему не получилось дойти до вести до бросков? Ну, мы вообще играем плохо в большинстве, поэтому мы как бы тренируемся, стараемся, но пока не получается у нас. Темп игры высок, на ваш взгляд? И хватит ли сил, соответственно, в этом же темпе проиграть оставшийся период? Ну, я думаю, все будут стараться, а там посмотрим, как будет. Спасибо большое, Геннадий. Коллеги, вам слово. Спасибо большое, Наталья Кларк, за это интервью 0-0 после первого периода в матче между хоккейным клубом МВД и Локомотивом. С трудом покидал площадку Скопинцев после окончания этого игрового отрезка. Похоже, есть у него проблемы с плечом, но, с другой стороны, опять же, если есть хоть малейшая вероятность того, что сможет он вернуться в игру, вернется. Тем более, что, ну, действительно, в этом плей-офф уже проявляли хоккеисты МВД чудеса героизма. Вспомним хотя бы Романа Дерлюка, который большую часть матча против рижского «Динамо» в одной из встреч действовал с переломом ноги. Так что, пока трудности есть кадровые у хоккейного клуба МВД на данный момент, но будем надеяться, что сумеет их хозяева преодолеть, мы передаем слово в студию нашим экспертам Сергею Гимаеву и Александру Кузмаку. Ярославским «Локомотивом» 0-0 после первого периода. В равной борьбе прошел первый игровой отрезок. Так сложно сказать, чтобы та или другая команда каким-то ощутимым преимуществом владела по ходу первой 20-ти минутки. Бросается в глаза то, что стараются соперники исключить такой ненужный риск из своих действий. Очень внимательно действуют хоккейсты той и другой команды. Но, собственно, сложно было ожидать того, что в матче номер 7, в котором на карту поставлено все, соперники понесутся друг на друга шашками на голову. Так ли, Олег? Да, конечно. Стерегут друг друга. Велика цена ошибки. Ведь один гол может решить исход не только этого матча, но и всей серии. И поэтому, конечно, в этой ситуации боятся соперники ошибиться. Очень внимательно играют без шайбы. Контролируют все передвижения друг друга. И пока не удавалось создать реальные угрозы у чужих ворот ни тем, ни другим. Совершенно равная игра. Совершенно нет ни у кого никакого преимущества. И, конечно, в этой ситуации даже случайно залетевшая шайба. Ну, случайно, под случайными шайбами что я имею в виду? Какие-то рикошеты, да, неимоверные. Может быть, чья-то какая-то ошибка техническая, шайба перескочила там через крюк или что-то. Вот такой случайный момент может привести к заброшенной шайбе. И тогда мы уверены, что ситуация на льду, я имею в виду тактическая и психологическая, она, естественно, поменяется. И тогда проигрывающей команде придется, естественно, идти вперед, отыгрываться. И тогда, может быть, игра для зрителей приобретет более интересное очертание. Но эти игры, плей-офф, тем более решающие, они красивы не своими комбинациями и голами, а они красивы тем напряжением психологическим, запредельным, которое просто витает в воздухе. И вот этой ответственностью, когда все так на тоненького. И, представляете, такое напряжение не только у игроков, а вот у вратарей, представляете? Вот одно какое-то неверное движение, и все. И, конечно, вот весь интерес и красота вот этого противостояния именно вот в этом. Телеканал «Россия-2» продолжает свой рассказ о седьмом матче финала западной конференции континентальной хоккейной лиги между хоккейным клубом МВД и «Локомотивом». 0-0 на табло после 20 минут игры второй период. Хозяева начинают в большинстве еще полторы минуты. На скамейке штрафников проведет Игорь Королев. Да, сказали мы о равном характере игры. Да, сказали мы о том, что сложно кому-то из сегодняшних соперников отдать предпочтение. Но все-таки произошел под занавес первого периода момент, который может наложить отпечаток на дальнейший ход игры. Травму получил Андрей Скопинцев в конце первоигрового отрезка. Морщисть покидал он площадку после сирены на перерыв. Вот сейчас смотрим мы на скамейку запасных хоккейного клуба МВД и Андрея Скопинцева там невидимы. Таким образом, в распоряжении Олега Знарка остаются 5 игроков обороны. Ну а сейчас очень важный момент. Локомотив остается втроем. Геннадий Чурилов покидает площадку за задержку клюшки соперника и 1 минуту 15 секунд. Хоккейный клуб МВД будет иметь преимущество в два игрока. Да, конечно, очень смело ведут себя арбитры. То есть в решающей встрече не боятся они фиксировать нарушения правил. Хотя даже не всегда они такие, ну как сказать, сверхвидные и сверхявные. Но что видят, то и свистят арбитры. Ну за это их можно только похвалить в принципе. И сейчас, конечно, шанс очень хороший у хозяев площадки для того, чтобы открыть счет в этом матче. Горбунов, Эллисон и Тертышный. Такую тройку нападающих выпускает черномет Олег Заров-Цветков. Там также присутствует именно Алексей Цветков. Добивает шайбу после отскока. От Георгия Гелашвили счет открыт 5 секунд. Потребовалось хоккеистам МВД, чтобы использовать это большое численное преимущество. Во-первых, а во-вторых, забросить столь важную в противоборстве этих команд первую шайбу в матче. Да, не стали что-то сложного придумывать. Классический бросок с хода защитника от синей линии и добивание на пятачке. И счет 1-0. И заметьте, минуту 52 секунды будут еще играть в большинстве хоккеисты ХК МВД. Потому что по новым правилам именно выходит на площадку у локомотива тот игрок, который первым покидал поле. И, естественно, прошло совсем мало времени. Всего 8 секунд. И еще есть возможность играть в большинстве и удвоить счет у хозяев площадки. Алексей Цветков забрасывает свою пятую шайбу в розыгрыше этого кубка Гагарина. А Алексей Цветков в этой серии набирал очки во всех матчах. Но за исключением того, который хоккейный клуб МВД проиграл на своей площадке 0-4. Именно Цветков забросил победную шайбу, реализовав буллит в овертайме в матче номер 1. Помните, был у него похожий момент в первом периоде? Но тогда в пятером против четверых хоккеисты МВД играли. Тогда поддавливали его защитники соперника. И ближе к воротам он располагался. Сейчас было у него пространство для маневра. В очень удобной позиции шайбу он получил. Но, естественно, здесь кадровый дефицит у железнодорожников был на лицо. И вот этого времени хватило ему, чтобы расчетливо катнуть шайбу под щитком Гелашвили, который не успел восстановить позицию после мощнейшего броска Штрбак, по-моему, это был. И опять первое звено у хокке МВД на льду. Но вот поехал столбить туда на пятачок. Наброс следует. Шклюшка подставлена, но шайба летит в заградительную сеть. И арбитры выносят вбрасывание в среднюю зону. 29 секунд еще до выхода пятого игрока у «Локомотива». Смена составов у хокке МВД. Горбунов, Зайнулин, Добрышкин в нападении. И Великов и Троханов. Защитники. Такая пятерка выходит у хозяев. Вашичек, Иргол. Василий Фаникеенко. Четверка «Локомотива». Не доходит шайба до Добрышкина по борту. Гелашвили там расчетливо покидает ворота. Перехватывает эту передачу. Отдает шайбу партнеру. Добрышкин атакует его. Васильев, но Добрышкин разбирается в этой ситуации под прессингом. Осуществляет такой диагональный перевод в направлении Зайнулина. Шайба полетела. Да, летела она надольдом. И там неудобно было, естественно, плюшкой шайбу в ворота переправлять. Но с другой стороны, вот тот самый рикошет, о котором вы говорили. Там попадешь шайбу в ногу. Да, партнер бежал на ворот. И Добрышкин как раз на удачу вот так накидывал шайбу туда на пятачок. В расчете, что то ли в ногу попадет, то ли с лету партнер сможет по шайбе попасть. И тогда, конечно, там вратарю очень сложно среагировать. Тем временем ярославцы играют в полном составе. Вашичек. Бросок из-под защитника. Но не доходит шайба до Майкла Гарнета. Ловит ее кто-то из хоккеистов МВД на себя. Зайнулин подустал в предыдущем моменте. Так несколько запутался в своих финтах. Но и сейчас пошел в обыгрыш и снова потерял Зайнулин равновесие. Пытались сейчас хоккеисты Локомотива, а в частности Вишневский, сразу дальние передачи в среднюю зону вывести Вашичка. Послать Вашичка в хорошую атаку. В то время, пока ХК МВД проводила смену, но не смог Вашичек принять шайбу и получился проброс. Вот какой вопрос хотелось бы вам задать, Олег. В первой половине первого периода говорили вы о том, что по спокойней Геллашвили, понадежней, похладнокровней действует в собственных воротах. И Майкл Гарнет своими действиями несколько раз так выдавал волнение. Как, на Ваш взгляд, в концовке первого периода удалось ему вот это душевное равновесие обрести? Или по-прежнему что-то беспокоит Гарнета, не имеющий отношения к игре, назовем? Ну, вы знаете, Роман, пока Гарнет в игру не вступал, поэтому сложно говорить, насколько справился он с волнением. Может быть, это волнение продлится и до конца встречи. Но Геллашвили также продолжает очень уверенно играть. И, кстати, вот бросок с точки вбрасывание прямо сейчас Элисона был очень опасен. Но Геллашвили уверенно эту шайбу поймал в ловушку. Был готов он и к этому развитию событий. Ну, а, конечно, в пропущенной шайбе, которую мы повтор сейчас видим, но здесь Геллашвили сложно обвинить. Единственное, что, может быть, если бы он смог отбить шайбу после броска штрабака не перед собой, а в угол площадки, тогда не было бы шансов у Цветкова ее добить. Но, с другой стороны, если она шла шайбой не по льду, то щитком уже, кроме как перед собой, ее, естественно, никак не отобьешь. Просто нам не видно было, по льду ли скользила шайба, или она все-таки немножко надо льдом летела. Хозяева идут вперед. Тертышный вытесняет его Вишневский из-за ворота. Там пытается навязать борьбу, но Тертышный из нее выходит, делает передачу на партнера, и бросок Евгения Федорова ловит шайбу. После него Георгий Геллашвили останавливает эту встречу на отметке 3.35. И опять мы видим хорошую позицию, правильную Геллашвили занимает, очень уверенно играет и справляется, я скажу, опасный очень бросок был Федорова. Ну вот, скажем, вот по второму периоду мы все время Геллашвили. Геллашвили говорим, это значит что? Значит, хоккеисты ХК МВД больше тревожат вратаря соперников, значит, они имеют инициативу. Но с другой стороны, все-таки, Олег, давайте не забывать о том, что из четырех сыгранных минут две с небольшим хоккеисты МВД играли в большинстве. Да, я, конечно, этого не забыл, но даже сейчас вот 5 на 5 уже, и все равно ХК МВД имеют какие-то моменты, и, ну, во всяком случае, бросают повороты. Горнет пока... Горнета мы пока не упоминали, хотя сейчас он отразил не сильный бросок из средней зоны, ну, про который можно особо и не говорить. Но при этом мы, опять же, можем сказать о том, почему мы не говорим о Горнете. Потому что очень здорово помогают ему полевые игроки, даже вот вспомните моменты старого периода, три броска, три шайбы хоккеисты МВД поймали на себя. Да, не при самых опасных бросках соперника по своим воротам, но при этом такая тенденция вырисовывается. Очень самоотверженно в любой ситуации стараются действовать хоккеисты МВД и максимально стараются они облегчить жизнь своему воротам. Да, не деля шайбы на свои и воротарские. Это очень хороший, кстати, хороший симптом и хороший показатель вот игры в обороне. То есть любую возможность использовать для того, чтобы сблокировать любой бросок. Опасный, не опасный, не делить. Вот как сейчас, допустим, хорошо очень играет Калянин против защитника ХК МВД и располагался перед ним очень грамотно и так и не смог защитник мимо Калянина шайбу послать. А вот довольно опасный наброс. Там борьба была на пятачке, но опять Георгий Гелашвили шайбу отбивает. Денис Кокарев бросал, шайба так полетела на пятачок, но там как раз защитники ярославцев контролировали ситуацию. Опять же, всех желающих шайбу в воротах добить они развезли. По разным точкам площадки. А сейчас немножко медленно хоккеисты... Вот повтор как раз момента, когда Гелашвили шайбу отбивает. Сейчас слишком медленно хоккеисты ХК МВД ехали на... ...запасных, находясь в зоне соперника, и получился проброс, потому что тем временем кто-то из защитников шайбу в зону локомотива вбрасывал, как вот и сейчас Добрышкин первый. Очень здорово отбор-то шайбу одним движением. Отбор-то сразу в игру ее сохранил, и сразу опасный момент был. Но сблокировали. Атаковал Васильев, оказался на пути шайбы. Не то что случайно, Васильев тоже... Сблокировал. Здесь наблюдал за развитием событий, не только наблюдал, но и вмешался. В их ход поймал эту шайбу на себя. Это вне игры, да. И опять мы видели очень хорошую игру Юрия Добрышкина на борту. Я вот, знаете, вот крайний нападающий, умение вот выигрывать шайбу у борта, это очень-очень важно. Это одно из самых важных качеств для крайнего нападающего. Элисон против Вашечка на вбрасывании. Выигрывает Элисон это единоборство, но надолго шайбу у хоккеистов МВД не задерживается. Вишневский бросает от красной линии, и Гарнет. Ну, здесь можно сказать, что очень уверенно и очень спокойно Гарнет шайбу ловит. Но вбрасывание ярославцы добились в зоне соперника. Виталий Вишневский один из лучших бомбардиров-защитников. В этом розыгрыше Кубка Гагарина. 9 баллов у него за результативность. Со Штарбаком он этот список возглавлял перед началом сегодняшнего игрового дня. Но, насколько я понимаю, Мартина Штарбака должен был сегодня балл за голевую передачу. Именно после его броска от цветков шайбу в ворота добил. Зедник закрывает шайбу корпусом. Однако Траханов навязывает ему борьбу лицового борта. Шайбу Зедник теряет. Но, смотрите, не смирился он с этой потерей. Здорово поборолся. Бросок по воротам. Гарнет шайбу ловит. Иргл катит на добивание. Ну и там вдвоем его. Хоккеисты МВД так и така стараются вытеснить. Велика в плюшку потерял. Но, тем не менее, принял в эпизоде самое горячее участие. Но сейчас в этой атаке хоккеисты локомотивы обозначили свое несогласие и свой настрой на поверки. И поэтому, думаем, что самые главные события у нас еще впереди. Безусловно. Ну и вот видели, вы как Зедник при потере шайбы так не стал расстраиваться, не стал апеллировать к арбитрам, а ускорился. И так привез в борт Дениса Масалева. 6 минут 7 секунд. Позади во втором периоде матча между хоккейным клубом МВД и Ярославским локомотивом 1-0. Хозяева впереди. К этому моменту вбрасывание будет у ворот Майкла Гарнета, Новак, Байков и тройка Евгения Федорова. На площадке появляется в центре Федоров по краям Бабенко и Тертышный. Ужили с дорожников звено Андрея Кирюхина, Сткаченко и Руденко, Чарнквист и Гуськов. Пару защитников составляют. Вязкая борьба на точке вбрасывания Гуськов получает возможность для атаки синей линии. Не задумываясь, разряжает он свою пушку и ловушкой отбивает шайбу Майкл Гарнет. Поймать ее, ну, наверное, нереально был. Очень динамично развивался этот эпизод и не успевал переместиться. Подойти к этому броску, как следует, Гарнет. Собственно, поэтому и шайбу поймать он не сумел, но отбил. Он до нее даже не дотянулся. То есть он дотянулся только краем ловушки, поэтому он ее и не поймал. Тертышный оставляет шайбу Бабенко. Бросок из-под защитника в шлем, по-моему, Гелашвили шайбу попадает. Да, так и было на самом деле. Но арбитры, опять же, согласно вот этим рекомендациям, дали возможность эпизоду завершиться. Сергей Кулаков на ваших экранах был. Один из главных судей этого матча. Да, если бы вот сразу Тертышный успел добить, пожалуй, какая шайба была бы засчитана. Нет, ну и здесь Гелашвили тоже был в игре. Да, шайба попала ему в маску. Так, может быть, кто-то привык к тому, что Георгий тщательно изображает все, что случается с ним по ходу встречи. Но здесь был сконцентрирован именно на окончании эпизода. Да, шайба попала ему в шлем. Тем не менее, продолжал он бороться и там мешал возможному добиванию. Только уже после того, как прозвучал свисток, взял небольшую паузу и привел к киберовку в порядок. Ну, Гелашвили вообще пытался дотянуться до шайбы и накрыть ее, но дотянуться не удалось. Кокарев идет сразу на двоих соперников. В итоге Калянин привозит нападающего хоккейного клуба МВД в Иникеенко. Традиционно жесткого и недружелюбного по отношению к соперникам. Смотрите, как Угаров борется за шайбу. И там тоже, скажу, на грани фола, но фол этот не переступает. Да, вот эту грань вернует. Грань фола не... ...ту клюшку и, опять же, нарисовать. Это удаление, он был сконцентрирован исключительно на борьбе за шайбу. Да, клюшка не работает. Он ногами пытался там ее каким-то образом выкатить на свободный лед к партнеру, либо себе на ход. Может быть, это как раз одно из достоинств матча номер 7, что в этой игре хоккеисты не тратят время на то, чтобы выяснять отношения с соперником, пытаться воздействовать на судей. Здесь своих забот полонротов хоккеистов. И очень здорово. В такой ситуации и судьи, мы работаем значительно легче, они не подвергаются никакому абсолютно ненужному давлению со стороны игроков. И также могут сконцентрироваться на исполнении своих непосредственных функций. Да, во всяком случае, умышленных нарушений правил в этой игре мы не увидим по определению. Все, которые нарушения судьи фиксируют, они имеют такой технический характер и больше даже случайный. Дело случая. А вот выигранное выбрасывание опаснейший момент. И Георгий Гелашвили выручает свою команду, вовремя успев выкатиться под бросок и перекрыв практически все ворота. Да, Масалев в ближний угол не попал. И видели мы момент, повтор момента с броском Александра Гучкова. И вот, честно говоря, в замедленном повторе, вот с той точки, с которой мы видели этот повтор, можно сказать, уместно говорить о том, что даже и такой настоящий подвиг Гарнет совершил. Вот момент, который был у Масалева, не попал он в ближний угол. Ну, говорили мы о том, что да, очень динамично развивался тот эпизод, когда Гуськов стрелял от синей линии. И действительно больших-больших трудов Гарнету стоило шайбу эту отбить. И такой действительно роскошный сейф получился у воротаря подмосковной команды. Ну, там с большой долей случайности шайба отскочила к Гуськову. И поэтому Гарнет не успел занять идеальную позицию. И угол был достаточно открыт в тот, который очень здорово бросил Гуськов. И Гарнет здесь, конечно, проявил все свое мастерство, чтобы до этой шайбы дотянуться. Но при этом и Гуськову нужно отдать должное. Да, вот случайный отсток. Сколько таких бывает в игре. Он сумел сориентироваться в ситуации, вложиться. Очень здорово в этот бросок стрелял не абы куда. Действительно в угол шайба летела. Здесь Гуськов подтверждает, что чуть не случайно является он лучшим снайпером-защитником. А в этом розыгрыше кубка Гагарина. Да, мы сейчас видим после пропущенной шайбы, конечно, как и ожидалось, локомотиву надо прибавлять, что они и пытаются сделать. Видим, как ХК МВД контролирует среднюю зону. Ну вот и скорость набрал Руденко. В зону вошел без проблем. Смещается в центр мощнейший бросок, но в створ Руденко не попадает. И бросок настолько мощный, что шайба рикошетом от борта аж до ворот Гелашвили долетает. Да, не коснулось ли она там штангу, потому что так Гарнет обернулся на свои ворота. Ожидав в воротах шайбы увидеть, как мне показалось. Вот цепка на своей синей линии старается действовать хикисты МВД. Однако вновь Руденко просачивается к воротам и удаление будет в составе хозяев за подножку. Но мы видим, что Руденко даже этим недоволен решением арбитров и показывает, что было за что и буллит назначить. Но шайбу он пробросил, он ей не владел. Вот мы видим этот шестер. Но всегда желать больше, так учит нас современная реклама. Однако здесь даже минимальных поводов для назначения буллита у арбитров не было. Начнем с того, что действительно Руденко шайбу пробрасывал и даже не он ее коснулся в итоге. Так что он ей не владел. И собственно на этом разговор можно закончить. А буллите бойков за подножку. Две минуты получает и локомотив во второй раз. А в этом матче получает численное преимущество. Сейчас предельно аккуратно нужно играть хозяевам. Почему? Ну, еще потому что соперники уже поиграли. Троем против пятерых и получили шайбу. Очень быстро. Да, если будет сейчас повод у арбитров удалить еще одного игрока ХК МВД, у них рука не дрогнет. И свисток не сфальшивит. Поэтому здесь я с вами полностью согласен. Цветков, Угар, Шарбак. И Троханов защищаются у хоккеистов МВД. Калянин, Дюрихов и Галибов. Железнодорожник, Иван Васильев. Пару защитников составляют. Вошли гости с шайбой в зону. Разыгрывают ее. Пока без угроз непосредственно воротом Гарнета. Но тем не менее напряжение нагнетает сейчас. Хоккеисты Локомотива и свистят Балашихинские болельщики. Защищаются они вместе с командой. Не удается Бабенко шайбу из зоны вывести. Но и железнодорожники в условиях вот этого цитнота действуют не лучшим образом. Шайбу хозяева из зоны выбрасывают. А тут еще Штарбак ее подхватит у красной линии. И еще какие-то секунды украдет из большинства гостей. Вашечек не стал брать шайбу за воротами. И смотрите на большинство вместо задника Мехнов. Выходит с Вашечеком и Ирглом. Здесь же Гуськов естественно. И его партнер по ударной паре защитников будем называть так Чарнквист. На льду сейчас находится Гуськов в углу площадки. Возвращает шайбу Чарнквисту на синюю линию. Получает обратную передачу. Как вы думаете, Роман, какая роль Мехнову отведена вот здесь на реализацию? Я удивлен тем, что не вижу его на пятачке перед воротами Майкла Гардета. Я к тому же. Я не думаю, что он технически сильнее, чем Зедник. Но, видимо, его габариты все-таки рациональнее используют действительно на игре на пятачке. Но, с другой стороны, сейчас действительно очень нестройная атака у Ярославцев получалась до поры до времени. Потому что Гуськов боролся за шайбу в углу площадки вместо того, чтобы открываться на синей линии под разящий бросок. Квашечек там тоже присутствовал в подыгрыше на позиции далекой от той, откуда он может сделать разящий пас. Да, Иргоров играет под воротами, этого у него не отнять. Но все-таки действительно, если пытаться найти логическое объяснение выходу Мехнова вместо Зедника, то логично предположить, что Мехнов либо должен бороться за шайбу, либо при скоростной атаке освобождать пространство своим партнерам, либо все-таки при позиционном розыгрыше находиться вблизи ворот и там пытаться завершить эту атаку, сыграв на набивание или подставив плюшку. Предположим, мы просто, что ярославцы не успели встать вот в такую расстановку, при которой Мехнов должен был находиться на пятачке. То есть они сыграли по моменту так, как получилось. Ну и в полном составе играет хоккейный клуб МВД, отбыл свое наказание удаленный игрок. И 5 на 5 продолжится эта встреча вбрасыванием у ворот Гарнета. Кирюхин против Эллисона на точке вбрасывания. Эллисон потерял равновесие. Ох, как тут от Байкова шайба отскочила неожиданно на пятачок. Но обошлось здесь все для хозяев. Локомотив прессингует, причем делает это значительно активнее, чем в первом игровом отрезке. Здесь уже видно, что заряжены нападающие локомотива на силовой прием и на более агрессивную игру против соперников. Руденко выделяется, конечно, сегодня в составе локомотива. Мы помним те моменты, да, в одной смене два момента он создал, за которые один из них большинство заработал. А сейчас, опять же, прекрасно сыграл, с шайбой распорядившись там в углу площадки и отдав прекрасную передачу на своего партнера. Подкидку через две клюшки исполнил Руденко. Но его действия, в конце концов, привели к тому, что едва ли не в первый раз в этом матче ошиблись в защите хоккеиста МВД. Ткаченко оказался один перед воротами. И смотрите, еще на дальней штанге один одинешник Чарквеста. Да, это защитник приехал. То есть мы видели за спиной, Ткаченко за своей спиной потерял Элисон. Ну, а раз еще Чарквест, защитник на пятачке один был, значит его прозевал крайний нападающий. То есть сразу два нападающих ХК МВД в этом моменте не доработали в своей зоне в позиционной атаке. Ой, в позиционной обороне. Ну, и Ткаченко своим шансом воспользовался на все сто. Это его третья шайба. А вот имплей-офф. Ну, и достаточно вспомнить, каким был первый гол в этом розыгрыше Кубка Гагарина у Ивана Ткаченко. Он забросил в четвертом матче серии против Спартака в конце встречи, когда Локомотив проигрывал 2-3. И, кстати, я скажу, что тот момент, возможно, был ключевой во всей серии. Потому что поведи Спартак 3-1 в том противостоянии, и сложно было бы очень Локомотиву выиграть всю серию. А так Ткаченко спас тогда свою команду, переведя игру в овертайм. И в конечном счете Локомотив выиграл ту встречу, сравнял счет серии 2-2. И все там встало с ног на голову. Да, и дальше дожали они спартаковцев. Ну, вот и сейчас важнейшая шайба капитана Ярославцев Кокарев! О-хоу! Да, только мы, только мы пропели оду капитану Локомотива, как свой лидер нашелся. Замедлительный нашелся. И у ХК МВД Денис Кокарев забрасывает прекраснейшую шайбу, красивейшую и важнейшую шайбу в этом матче. Невероятный бросок в дальнюю девятку с кистей. Новак начал эту атаку. Угаров сделал передачу на партнера. Бросок из круга вбрасывания. Ведь были два соперника рядом с Кокаревым, но никто не помешал ему этот бросок исполнить. И великолепный по точности. Просто в самую паутинку. Да, сначала в средней зоне. Чурилов развернулся спиной к отдающему и прозевал за своей спиной Дениса Кокарева, который шайбу получил. Ну а потом уже Аникеенко хоть и пытался он сблокировать этот бросок. Мы видим, клюшку вперед он выставлял. Но тем не менее ему не удалось помешать Денису Кокареву нанести вот этот неотразимый бросок. Прекрасный бросок и по точности, и по силе в дальнюю девятку попал нападающий КК МВД. Кто бы мог подумать после первого периода, что такой всплеск результативности во втором игровом отрезке последует. Вроде бы ничего не изменилось, да, принципиально. В том, что происходило на площадке, шайба заброшенная, первая шайба заброшенная в этом матче. Но она была абсолютно логичной, поскольку если не забивать 5 на 3, то когда же забивать? Но вот, видите, все-таки не железные те и другие. Сначала хоккеисты МВД ошиблись в обороне, ну а затем сразу два хоккеиста Ярославского локомотива не помешали бросить Денису Кокареву и 2-1. Хотя казалось по первому периоду, что по большому счету игра в этой встрече до заброшенной шайбы идет. Да, но это именно, что это игра и все, что угодно может произойти в ней и как угодно игра может повернуться. И вот мы видим, что пока она поворачивается в пользу хозяев площадки хоккеистов ХК МВД, которые опять повели в счете 2-1. 5 минут еще. Аникеенко здесь заблокировал бросок Масалева 4,55 до конца второго периода. Да, и вот сейчас как раз в этом моменте Аникеенко удалось сделать то, что ему не удалось сделать в том моменте, когда Денис Кокарев шайбу забивать. То есть сблокировать бросок нападающего. Значит, у Кокарева есть заброшенные шайбы в этой серии. Ткаченко также отличился в матче, который Локомотив играл со счетом 6-1. Кокарев забивал в матче номер 1 этой серии. Ну и далее тогда он регулярно баллы за результатив получал. Но это неудивительно, потому что он играет в ведущей команды. Если сам не забивает, то, естественно, часто помогает это делать своим партнерам Цветкову и Угарову. Вбрасывание в средней зоне сейчас будет произведено. Вишневский, Жуков и Звено Королева на площадке у Ярославцев против тройки Евгения Федорова у хоккейного клуба МВД. Вот тренерский дуэт милиционеров на ваших экранах. Харис Вита Леньши и Олег Знарок ведут такую активную творческую дискуссию. Даже вряд ли дискуссия такой обмен не имеют. Производят Петр Ильич Воробьев. Так ловко ловит шайбу, выскочившую на скамейку запасных ярославской команды. Да, удаление здесь за выброс шайбы за пределы поля не последует, потому что попала она на скамейку запасных. В этой ситуации удаления не бывает. Ну, вбрасывание будет в зоне ХК МВД. Федоров. Там такое впечатление, что запасные локомотивы попытались эту шайбу заиграть, которую Петр Ильич так на бортик положил. Не фартовая она, дескать. Как несчастливая, да. Но все-таки вернули ее в игру. Это была именно та шайба, которую Петр Ильич Воробьев и поймал. Так что несчастливая для ярославцев шайба и продолжается эта встреча. Вновь прессингуют хоккеисты локомотива, разрушая в зародыши возможную атаку соперника. Но вот что теперь они сами придумают. Очень насыщенная игроками средняя зона сейчас была и не проходила эта передача на Королева. Тертышный на Федорова в итоге получается эта передача, хотя оказалось там на синей линии. Кого-то из партнеров хотел активировать Тертышный этим пасом. Бабенко, Федоров за воротами борется с Королевым. Ну вот здесь Большой Михнов шайбу вывез из своей зоны. Набирает скорость и закатывается по центральной оси. Ему была адресована передача, но до шайбы Михнов не добирается. В том числе и потому, что там такой же габаритный штробак. Ему противостоял и не позволил он там развернуться во всю удаль молодецкую Алексею Михнову. Однако продолжают поддушивать железнодорожники соперника за его же синей линией. Вот только сейчас хоккеисты МВД выходят в среднюю зону. Быстрая контратака здесь уже у них не получится. Вот здесь на смене чуть было опять не поймали хоккеисты Локомотива своих соперников. Но шайба перескочила клюшку Галимова. Галимов здорово поборолся и у Чурилова есть момент бросок. Гарнет шайбу не видит, но на его счастье летит она в сторону от ворот. Здорово Галимов. Передача не очень точно на него была, но тем не менее он сумел коснуться. Шайбы на синей линии, таким образом избежав проброса. Да, догнать ее и распорядиться точнейшей передачей на своего партнера, который имел прекрасный шанс счет сравнять. А потом уже сам Галимов имел момент забить, но ликвидируя опасность защитник его явно, конечно, зацепил. И за что будет наказан двумя минутами штрафа. Ну, это не момент нарушения, оно было немножко ранее. Великов отправляется на две минуты на скамейку штрафников. Да, оставляет он свою команду в меньшинстве, но тем не менее отдавая ему должное, скажем, что именно Великов, вот этот опаснейший бросок по воротам Гарнета, несколько ранее принял на себя. Не, ну и скажем так, что это удаление как раз из разряда оправданных. То есть Великов нарушал правила, спасая свои ворота. Это не удаление, вот про которое мы говорим. В чужой зоне, когда нарушают правила игроки, особенно нападающие, это чаще бывает, которые, ну, никак нельзя оправданными назвать. Третий раз в этом матче хоккеисты Локомотивы получают численные преимущества. До этого в шести матчах четыре шайбы, в большинстве они забросили в 32 попытках, но при этом еще и три шайбы в свои ворота умудрились получить. Плюс один, да, за 32 попытки плюс один. Показатель, конечно, мягко говоря, не очень хороший. Чарнквист. Наброс на ворота, но там Михнов как раз позицию еще занять не успел, поэтому Гарнет очень грамотно в ситуации разобрался, пользуясь тем, что не сильный был этот наброс. Он выкатился из ворот навстречу шайбе, поймал ее, и атака закончилась. Да, с опозданием приехал на пятачок Михнов, когда шайба уже была зафиксирована ловушкой вратаря. Вновь она, кстати, с Вашечкой Миллерговым. Да, ну сейчас нам, может быть, удастся увидеть вот эту наигранную комбинацию или расстановку, во всяком случае, Локомотива с участием Михнова в этом звене. Вашечек выбрасывание выигрывает, и действительно Михнов катит на пятак. Да, и вот Михнов на пятачке, как мы с вами и предполагали. Выбрасывают хозяева шайбу из зоны. Горбунов здесь обозначит свое присутствие для Чарнквиста. Бабенко и Новак с Байковым защищаются у хоккеистов МВД. Очень хладнокровно играют хоккеисты ХК МВД у себя в зоне. Ну, просто на удивление в такой сложной ситуации и в такой ответственной игре, насколько они уверенно сейчас играли. Доставляют шайбу в чужую зону хоккеисты Локомотивы. Кирюхин с партнерами сейчас на площадке у Ярославцев и Аникеенко с Васильевым. Пару защитников составляют. Аникеенко ждет передачи, но там на пятак ее привозит Кирюхин. И сам чуть было не отправил шайбу в ворота. Ему для этого нужно было слету попасть по шайбе, находящейся в воздухе. Но он клюшкой-то махнул, но по шайбе не попал. Руденко делает передачу на Ткаченко. Тот идет в обуви за воротами, падает. Руденко на синюю линию Васильев прокатывает перед собой одного соперника. Бросок Кирюхина и прощает он сейчас хоккеистов МВД. Ну вот этот момент из разряда 100%. Хотя, хоть и говорят, что 100% не бывает, но вот этот как раз момент Кирюхина, который близок к 100%. Более того, время второго периода подходило к концу. И забей он эту шайбу в раздевалку. Ой-ой-ой, кто знает, что бы происходило в третьем периоде. А пока после второго, тем не менее, 2-1. Хоккейный клуб МВД впереди. И давайте досмотрим повтор этого момента. И не успевал Горнет уже закрыть левый от себя угол. Оставалось только попасть с трех метров туда Кирюхину, чего ему сделать не удалось. Насыщенный событиями получился второй период. Хозяева открыли счет, имея численное преимущество, играя 5 на 3. Железнодорожники сравняли. Но еще очень важный момент. Вновь очень быстро. Хоккеисты МВД вышли вперед. У нас готово интервью после второго периода Наталье Кларк. Мы передаем слово Наталье. Спасибо большое. Надеюсь, будем действовать так же быстро, как и хоккеисты. Денис Кокольев после второго периода. Денис, вот вы сами принимаете решение о том, что когда соперник сравнивает счет, нужно непременно ответить ему быстрым голом, пока он еще на радостных эмоциях. Ну, я бы как не сказал. В принципе, после пропущенной шайбы продолжали так же строго играть. Удачно так просто получилось. Бросить рикошет был. А так, как бы, в целом старались так же действовать строго в обороне и ждать ошибки соперника. Эти острые байоброски, вы их на сколько отрабатываете на тренировке? Потому что такие отработать на тренировке очень сложно. Тоже рикошет, если честно. Я просто как бы бросал, даже не смотрел. Удачно попал. Хорошо, что так закончилось. Что вы повели в счете? Это прибавило вам настроение? И теперь, соответственно, как эти 20 минут пережить, чтобы для вас все закончилось хорошо? Ну, естественно, как бы, эмоции добавило. То, что мы все-таки повели в счете. А так, как бы, в целом будем так же строго действовать в обороне. Спасибо большое, Денис. Коллеги, вам слово. Огромное спасибо, Наталье Кларк, за это интервью. Наши эксперты в студии Сергей Гимаев и Александр Кузьмак готовы подхватить эстафету Цветков, Ткаченко и Кокарев. Авторы заброшенных шайб к этому моменту нас ждет третий период, но сначала остановка в студии. Наша выводит. Остается до начала третьего периода матча между хоккейным клубом МВД и Ярославским локомотивом 2-1. Подмосковная команда впереди после второго игрового отрезка удалось забросить быструю шайбу хозяевам на старте второго периода. Но и момент был крайне для этого благоприятный пятером против троих соперников. Действовали хоккеисты МВД и не стали они откладывать дело в долгий ящик. Тут же выиграли вбрасывание классической комбинацией и Цветков со второй попытки Георгия Гелашвили пробил. Затем ярославцы, казалось, действительно сумели перехватить инициативу по ходу второго периода. Такой отрезок выдали ударной подопечной Петра Воробьева. Несколько раз Горнету пришлось вступать в игру. Затем отбивались хоккеисты МВД в меньшинстве. И таким логическим итогом этого натиска стала затяжная позиционная атака железнодорожника, в ходе которой действительно развалилась. Позиционная оборона хоккейного клуба МВД и оставленный перед воротами в одиночестве Иван Ткаченко пробил. Майкель Горнет оставлен в счет. Однако, однако, очень важной в этом отношении стала шайба, загрошенная Денисом Кокаревым. Совсем немного времени железнодорожники полидировали и сумели они, что называется, хотя бы почувствовать то, что счет они сравняли и действительно попробовать додавить соперника, как тут же получили шайбу в свои ворота. Таким образом, 2-1 и 20 минут чистого времени отделяет нас, наверное, от самой большой неожиданности этого плей-офф. Ну, не будем уж так загадывать результат окончательной встречи. Роман, потому что 20 минут по хоккейным меркам. Это очень много. Это очень много. Здесь может еще кардинально все поменяться, причем не один раз. И вот третий период начался. И смотрим. Конечно, локомотив пойдет вперед. Конечно, им надо отыгрываться. Конечно, сейчас ждут трудные времена ХК МВД, которым нужно сейчас будет обороняться и противостоять этому натиску, который, я даже не сомневаюсь, что будет со стороны локомотива. Да, терять подопечным Петра Воробьева уже абсолютно нечего. К этому моменту ярославцам нужно искать счастье в атаке. Мехнов возвращается в звено к Вашечку и Ирглу уже, похоже, на постоянной основе, а не только при игре в большинстве. Кстати, так давненько я и Зедника на площадке не припомню, откровенно говоря. А, да, вот сейчас и в разных составах, действительно, опять Мехнов играет с Вашечком и Иргулом. Значит, все-таки эта перестановка, я думаю, связана с тем, что не устраивает, значит, Петра Воробьева игра Зедника в этом сочетании. Посмотрим, будет ли он выходить в другом звене. Но пока на льду появляется Кирюхин с Ткаченко и Руденко, Аникеенко и Васильев. Третья пара защитников Локомотива. В первом звене у железнодорожников также без изменений, насколько я могу судить, было. У хоккеистов МВД Побенко с Добрыжкиным и Зайнулиным. Бойков и Великов в обороне, причем не поменял Знарок это свое звено, которое только что противодействовало звену Вашечка. Там пропрос был, Олег. А, извините, извините, Роман, я это упустил. Видимо, да, действительно, это и есть причина, потому что мы видим, как быстро сейчас побежали на смену все игроки ХК МВД. Да, Евгений Федоров с партнерами появляется на льду. Бобенко и вот сейчас Сердышный вместо Добрыжкина на льду появляется Ткаченко. Получает шайбу в средней зоне, такой хороший ход набирает, но затем вариантов для продолжения-то у него не было. Никто из партнеров не открылся, а идти на троих соперников, но это всегда очень большой риск, просто-напросто шайбу потерял. Так вроде и ударил по тормозам Ткаченко, но вариантов не появилось, и он пошел в этот гибельный обыгрыш. Федоров по ближнему борту тащит шайбу, там возвращается Кирюхин, успевает навязать ему борьбу и теряют шайбу железнодорожники. И что, смотрим мы на игру в три звена, переходит Петр Воробьев, потому что вновь появляется первая тройка атаки. Кирюхин, Чурилов, Галимов и Александр Калянин вместе с ними. Да, значит нет на льду Королева, Золотника и Макарова. Да, правильно. Вновь очень настойчиво прессингуют железнодорожники соперника в чужой зоне. В итоге добиваются они того, что получают шайбу в свое распоряжение, но опять же вот этим прессингом измотали себя хоккеисты первого звена. А вот, кстати, и четвертая на льду, тем не менее, появляется, пусть и не совсем в свою очередь, но опять же Королев с Макаровым и Зотником как раз на льду. Сейчас проброс и вбрасывание будет в зоне ХК МВД. Кстати, вот до третьего периода ни одного проброса по статистике у хоккеистов МВД не было и сейчас на старте третьего игрового отрезка уже два. Показатель ли это возросшего давления на ворота хоккейного ГИБ МВД? Безусловно. Королев. Против Эллисона выигрывает опытнейший нападающий локомотива шайбу, но партнеры ее потеряли. Заднику там сходу бросить не удалось у хоккейного клуба МВД Константин Волков, Мэтт Эллисон и Денис Масалев. Траханов. Бросок поворотом, но там экранировал уголки пера Масалев, поэтому данный бросок, пусть и не с убойной позиции, но тем не менее имел право на существование. Другое дело, что Масалев там располагался таким образом, что... Братарят он закрывал, но тем не менее лицом к шайбе находился и, по-моему, немного шансов имело изменить направление полета шайбы в ворота. Более того, рискал получить как раз этой шайбы. Здесь Новак атакует, но Гуськов блокирует этот бросок и выводит железнодорожники шайбу в среднюю зону. Но вот огрызнулись сейчас хоккеисты МВД и заставили потрудиться Гелашвили. Зидник сейчас недоволен был действиями своего партнера Макарова в средней зоне. А вот здесь опасный очень набросный пятачок. Мы видим, как там Зайнулин активно действует, сбил даже вратаря Георгия Гелашвили. Но шайба так пролетела вдоль ворот, не коснувшись ни ноги, ни клюшки, ни чьей, но было очень опасно. Он здесь боролся с защитником Васильевым Зайнулин. И так максимально аккуратно старался он в этом эпизоде упасть. Да, ни в коем случае не шел он умышленно на вратаря. Здесь он действительно хотел вот эту шайбу, вот этот прострел партнера как-то подкараулить. Ну, а там уже в борьбе с Васильевым просто равновесие он потерял. Арбитр вынесли бросание в среднюю зону, посчитав, собственно, виновником этой свалки на пятачке именно защитника Ярославцев. Сиргал агрессивно покатил на добивание, тормознул с кучкой. Порывался, естественно, с защитником хоккей. Ну, неприятно, когда тебе в лицо выглядит. Кстати, там вот эти мелкие осколочки от Ольда, они могут и в глаз попасть, так что это и небезопасно. Выбрасывание будет. Но, с другой стороны, здесь изначально даже не понравилось какие-то ВВД, то, что и сам факт того, что Иргал туда на пятак покатился, и, собственно, поэтому они его так и встречали до дальних поступков, чтобы неповадно было ему туда вообще ходить Иргал. Опаснейший момент. Но уже после свистка был этот бросок. Ага. А свисток, потому что что-то не понравилось в действиях Вашечек на выбрасывание Лайсманом, и поэтому они свистнули, и сейчас Вашечек уступит место своему партнеру на точке. Гарнет был готов отражать этот бросок, он его, собственно, и отразил. Переходит она из рук в руки, и, в конце концов, задвигают ее хозяева ближе к чужим воротам. Ярославцы опять же из глубины начинают очередной атаку. Вверх, такая диагональ у Вашечка проходит, а вот дальше партнер Иргла не понял, сбынок оставлял ему шайбу, а партнер в другую точку площадки покатился, но и сейчас похожий момент уже у хозяев на чужой синей линии. Здесь тоже такое недопонимание форварды показали, и в итоге заглохла. Казавшийся перспективной атака ККМВД. Вашечек навязывает ему борьбу Кокарев. Угаров рядом теряет, угаров, шлем. Удаление сейчас. И Алексей Михнов отправится на скамейку штрафников, собственно, за то, что он этот шлем с угаровой истощил. Да, так и есть. Давайте смотреть повтор этого эпизода. Вот здесь удар соперника, мощный Михнов. Даже в боксе этот удар относится к категории запрещенных. Сверху по затылку сопернику, чем хакик уже в этом отношении. Так что за грубость две минуты Алексей Михнов получает и оставляет свою команду в меньшинстве. Штробак. Штробак не стал бросать. Новуку шайбу возвращает. А вот Новуку уже деваться было некуда, потому что Чурилов под него подкатился. Грамотно расположил коньки. И по существу Новуку уже деваться было некуда. Там ни бросок, ни передачи не проходили. Все было перекрыто. Штробак. Вновь на Новуку делает передачу. Бросок поворотом Цветков. Цветков закрывает обзор Георгию Гелашвили. И опять же арбитры очень внимательно действуют в данной ситуации. Они увидели, что там в площади ворот Цветков находится тут же свисток. И бросок не выносится в средний узор. Причем они только конек. Один конек Цветкова увидели в площади ворот. И сразу прозвучал свисток. То есть очень внимательно арбитры. Посмотрите, одним коньком стоило чуть-чуть на секунду заехать от Цветкова. И сразу арбитры это увидели. Вот обычно в ситуации 5 на 3, как рассказывал нам Леонид Вайсфельд. Арбитры стараются очень ревностно блюсти это правило. Хоть чем-то помочь команде, которую они оставили втроем. Да. Но вот здесь опять же велика цена матча. И арбитры стараются делать все, чтобы уже потом никто не мог их упрекнуть в том, как сложится эта встреча в итоге. Ткаченко здорово продирается буквально сквозь строй соперников. Так его никто и не мог остановить. Пытались навязать борьбу. Уже, казалось, погасил скорость нападающей Ярославцев. Но, тем не менее, с шайбой он не расстался. Более того, он круг почета по чужой зоне сделал. Вывез шайбу в среднюю зону и отдал ее партнеру. Браво, Ткаченко просто великолепный сейчас. Отрезок он провел 40 секунд. Остается у хоккеистов МВД на игру в большинстве таким образом. Да, в трудную минуту Ткаченко молодец, конечно, проявляет себя настоящим капитаном, лидером команды. Ох, как неудачно там. Горбунов потерял равновесие в углу площадки. Влетел в борт. Но, похоже, там без последствий все обошлось. Так покачал головой. Горбунов поднялся и вновь он готов продолжать эту борьбу. Пас на пятак закатывался туда Зайнулин. В таком фехтовальном выпаде пытался переадресовать шайбу в направлении ворот. Не дотянулся немножко. В полном составе играет хоккеиста Ярославского локомотива. Не удалось хозяевам использовать численное преимущество. 7 минут 10 секунд сыграно в третьем периоде счет 2-1 в пользу хоккейного клуба МВД. Жестко Бойков встречает Колянина. Не очень доволен Ярославец этой горячей встречей. Галимов будет здесь Новака прессинговать. Но Новак через дальний борт принимает решение шайбу из зоны вывести. Хорошая очень расчетливая передача от борта. И вот мы видим, что не смог справиться с этим броском. Вроде бы не сильным Гарнет. Но тем не менее шайбу ловушкой отбил. И вновь к Галимову она приходит. Галимов лучший снайпер этого кубка Гагарина. 8 заброшенных шайб на его счету. Добивание, но нет. Складывается Гарнет и фиксирует эту шайбу. Мне кажется, сейчас Новак не столько помогал своему вратарю, сколько мешал, пытаясь поймать шайбу перчаткой своей рукой. Гарнет ситуацию контролировал. А Новак как раз оставил за спиной нападающего локомотива. И не столько помогал поймать Гарнету, сколько мешал ему. От его руки шайба немножко изменила направление. И мог там игрок за спиной Новака добить. Но Гарнет подчистил. Вбрасывание будет в зоне ХК МВД. 12 минут остается сыграть команду в третьем периоде. 2-1. Хозяева по-прежнему впереди. Первое звено мы видим на льду у милиционеров. И Кирюхин с партнерами у ярославцев на площадке. Гарнет так обернулся, посмотрел на табло. Как вы думаете, Роман, какие цифры его там интересовали? Думаю, оставшееся время, которое табло не показывает. Здесь приходится математические действия ему в уме производить. Я думаю, что эти действия автоматически происходят. Кокарев успел коснуться шайбы, поэтому проброса не было. И Угаров активно атакует соперника в их зоне. Более того, из непростой ситуации выдает передачу в направлении своего партнера. Да, по воздуху, да, неудобно было Кокареву бросить. Но тем не менее, действия Угарова заслуживают всяческого уважения. Очень неплохо. Угаров и Кокарев сейчас там попреседговали защитников ярославцев. Ой-ой-ой, какой момент. И Ткаченко штанга! И опять мы видим капитан Ярославцев. Берет инициативу на себя. Прекрасную передачу он получил от партнера. Открылся вовремя на пятачке. Две минуты. Бойков получает за выброс шайбы за пределы площадки. С глазу на глаз Ткаченко остался. Вот мы видим сейчас повтор этого момента. Вновь удивительным образом потеряли его хоккеисты МВД перед своими воротами. Убрал на неудобную руку. Казалось, переиграл он уже Гарнета над щитком, над ловушкой. Шайба была отправлена в ворота, но штанга сыграла за Гарнета. Но это еще не конец испытаниям для хоккеистов МВД, потому как ближайшие две минуты в меньшинстве они будут вынуждены провести. Александр Бойков получает две минуты и Вашичек с Ирглом и Михновым. А также Чарнквистом и Гуськовым выходят на реализацию. Большинство проигрывают вбрасывание. Чарнквист! Мощнейший бросок! Отбивает шайбу Гарнета. Да повторный бросок по его воротам последовал. Вновь в игре уголкипер хоккейного клуба МВД. Сейчас блином спасает он свою команду. Вот это штурм. Кто-то из защитников рукой шайбу откинул со своего пятачка. Но она осталась в зоне. Михнов ей владеет. Ну не своим делом, да, занимается на розыгрыше. Ему бы там на пятачке вратаря закрывать, наверное. Вот он сейчас и занял это место. Но здесь Шторбак прочитал развитие этой атаки. И можно сказать, что железнодорожникам повезло, что это был Шторбак. Не самый скоростной игрок в составе ХК МВД. Окажись, на его месте Волков или Элисон, которые также были с первых минут этого меньшинства от ХК МВД, не миновать ярославцам острейшей контратаки на их ворота. Опять Ткаченко берет инициативу на себя. Отдает передачу Руденко. Ну это две минуты. Да, пытался применить силовой прием Павел Троханов. Но уходил от него Руденко. Очень маневренный нападающий. И поэтому получилась явная подножка. И вот сейчас как раз, наверное, настает момент истины. Момент истины, во-первых, потому что в пятером против Трохих на протяжении какого времени? На протяжении 47 секунд. И что здесь хорошо для хоккеистов МВД, если может быть в этой ситуации что-то хорошее, что вбрасывание будет в зоне Гелашвили. Потому что стремясь быстрее вернуть шайбу соперника, ярославцы пробросились. С другой стороны, когда удаляется игрок? Нет. Здесь по приоритету, по последовательности удаление было зафиксировано. Но после этого было еще одно нарушение правил, а именно проброс. Соответственно, по этому вбрасывание в зоне Гелашвили. Тогда в средней зоне. Потому что в зоне Гелашвили оно не может быть. Потому что тогда будет в пользу... Вбрасывание будет в пользу команды наказанной. Ну тогда да. В любом случае, мы говорили о хорошем, теперь о плохом. Втроем будут играть хоккеисты МВД. И это при том, что сразу два защитника на скамейке штрафников находятся. Причем защитники ведущие, которые постоянно играют в меньшинстве. Ну один из них выйдет на лед через 47 секунд. Если, конечно, раньше Локомотив не сможет забросить шайбу. Да, но эти 47 секунд нужно будет справиться. Да я думаю, что эти два защитника и будут справляться. Элисон, Штербак и Новак. Да, Штербак и Новак, которые сейчас на льду. Гуськов, естественно, на льду у железнодорожников. Васильев ему компанию составляет. Никуда не торопится. Ярославцы здесь, Руденко, игра с партнерами командует. Говорит, не надо торопиться. Такая передача нерасчетливая от Каченко. В клюшку попал он игроку ХК МВД. С его-то мастерством можно было и не попадать. Руденко переводит шайбу Гуськову. С этой точки уже не один раз Гуськов забрасывал по ходу этого плей-офф. И сейчас зряче бросает по воротам, но не попадает в створ. Четвертый полевой игрок появляется на льду у хоккейного клуба МВД. Бойков Гуськову борьбу навязывает и заставляет того ошибиться. Да, один момент создали голевой, играя 5 на 3 хоккеиста Локомотива. Но Гуськов этот момент использовать не смог, послав шайбу мимо ворот. Ну и включаются болельщики уже по полной программе. ХК МВД под сходами арена Балашиха. Однако еще 36 секунд. Меньшинство хозяевам нужно продержаться. Михнов с Федоровым борется у борта. Хоть победитель в этой борьбе нападающий Ярославцев. Бросок по воротам. А вот это уже повод несерьезного. Выяснение отношений во-первых. Ну и во-вторых... Во-первых, скажем, что Михнов упустил прекрасную возможность сравнять счет. На этот раз Гарнет выручил свою команду, поймав бросок буквально в упор, который наносил Михнов. Ну а после этого, не знаю, по своей ли воле. Вот давайте посмотрим, или нет. Сейчас нужно и разбираться арбитром, чтобы, опять же, не накалять страсть. Вы знаете, я скажу, что по своей воле дальше пошел вперед Михнов. И вместе с защитником уложил на лед и вратаря соперника. И вот такая куча мала. Но эта куча мала была уже после свистка. А свисток был по поводу того, что Гарнет выручил свою команду, поймал и зафиксировал шайбу. Молодцы здесь Чарнфристо-Гуськов. Затевалось там такое выяснение отношений перед воротами хоккейного клуба МВД. Замерли они вот на верхней границе круга вбрасывания и не пересекли вот эту линию, чтобы, если все обойдется без последствий, шайба осталась в зоне хоккейного клуба МВД. Роман, это называется игровая дисциплина. Удалось выбросить хоккеистам ХК МВД шайбу из своей зоны. И совсем немного им остается играть в меньшинстве. А вот отличная передача на Галимова. Бросок по воротам. Примерно с такой же позиции, откуда Денис Покарев забрасывал шайбу в ворота Георгия Гелашвили. Но после броска Галимова шайба прошла рядом со штангой. А сейчас выскакивает она на пяточок, но успели его почистить хоккеисты МВД. В полном составе они играют. Выстояли хозяева. Галимов имел шикарную возможность для того, чтобы сравнять счет. Но куда как более шикарные возможности были упущены железнодорожниками до этого. А здесь Галимов бросил мимо Горнета, но и мимо ворот. Ну что же, больше 47 секунд. Выстояли хозяева втроем против пятерых соперников. И сейчас, по идее, очень такой мощный психологический импульс должны подопечные Олега Знарка получить. В очень непростой ситуации удалось отстоять им свои ворота в неприкосновенности. И напротив, такой очередной удар для подопечных Петра Ильича Воробьева. Сколько их уже было. Так на память приходит момент на последних секундах второго периода, когда Калянин, время Калянин, Кирюхин простил милиционеров из убойной позиции, послав шайбу мимо ворот. Затем штанга, когда Ткаченко потеряли на пятачке в очередной раз. Вот момент у Гуськова, благоприятнейший при игре 5 на 3. И момент у Михнова при игре 5 на 4. То есть моментов было достаточно в этом периоде у Локомотива для того, чтобы забросить шайбу. Но пока им это сделать не удается. Или они сами не попадают, как в случае с Гуськовым и Ткаченко, который в штангу попал. Или выручает команду Майк Гарнетт. Что хотелось бы сказать по этому поводу. Но будь на месте Локомотива какая-то другая команда, создав такое огромное количество моментов и не реализовав их, уже бы сломалось. Подопечный Воробьев по ходу этой серии показывает, что удар они держать умеют. Так что отнюдь еще ничего не ясно. А в этой встрече 7 минут остается до завершения ее третьего периода. Кирюхин с партнерами на площадке у Локомотива Ткаченко. Оставлял шайбу Константину Руденко. Но вот здесь очередной проброс арбитры фиксируют. Не держатся пока шайбу кистов МВД. Все-таки задохнулись они за время вот этого отрезка, в котором вынуждены были держать оборону. И пока вот никак не могут они подержать шайбу, ну хотя бы несколько ослабить давление на свои ворота. Да и смену произвести не могут. Пока проброс имеет права не меняться. Ну хотя видим, мы паузу Гарнет так... Организовал. Немножко, немножко увеличил, да, со сменой своего питьевого бачка. Дав возможность партнерам тоже передохнуть. Башечек на точке в браслении против Алексея Цветкова. И выигрывает хоккеист МВД шайбу. Ой, скоростной кокарь. Вы посмотрите, какая у него скорость. Да, Вишневского проткнул, но Виталий Иргл подстраховал. Мехнов разогнался, да. Ух ты, какой бросок! Под опасную ногу. Гарнет выручает свою команду. Очень опасно атаковал сейчас Мехнов. Но вот опять же дали ему возможность получить шайбу на скорости в средней зоне. Никто его не встречал, не прессинговал. И Мехнов блестяще этой ситуацией распорядился. Очень опасный бросок и с большим-большим трудом Гарнет эту шайбу остановил. Сейчас судья немножко помог ярославцам шайбой завладеть в зоне соперника. Так при первой возможности хоккеисты Локомотива отправляют шайбу на пятачок, где стремятся, буквально зубами вгрызаются в лед за каждый сантиметр пространства. И очередной проброс в исполнении хоккеистов МВД. Да, меняться им опять нельзя. Чуть меньше шести минут остается до окончания третьего периода. Времени еще достаточно для хоккеистов Локомотива для того, чтобы спасти этот матч. Молодые хоккеисты в КК МВД, я думаю, очень медленно, секунды текут. Да, они уже в третьем периоде два матча, считай, сыграли. По теории иллюзорности времени. Да, Бойков здесь боролся с двумя соперниками и выиграл победителем в этой борьбе Зайнулин. Опять же, здесь программа минимум для уставшей пятерки хоккейного клуба МВД. Зайнулин выполняет, завозит шайбу за красную линию, отправляет ее за чужие ворота. Все, чем мог называется. Калянин рвется, первым успевает к шайбе, но там ее сохранить не смог. Вишневский закрывает зону. Здесь Галимов. Калянин уже на пятачке. Ему передача туда приходит, бросить не дают. Калянин продолжает бороться, уже лежа там головой пытался шайбу в ворота отправить. Наброс Вишневского и Гарнет ловит шайбу. Ну, повезло здесь хоккеистам МВД, что Калянин не успел занять позицию. Президент хоккейного клуба МВД аплодирует своим подшефным. Да, вот здесь Калянин не попал по шайбе. Отличная передача была из-за ворот Галимова. Ну, а дальше Гарнет все видел и спокойно шайбу в ловушечку поймал. Кирюхин на точке в Браслине с помощью партнеров выигрывает его. Васильев заряжает, подставлена клюшка. Это Руденко изменял направление полета шайбы. Но, опять же, там настоящий трафик был перед воротами Майкла Гарнета. И шайба до ворот не дошла. Ярославцы вновь прессингуют. Константин Волков так потихонечку шайбу из зоны выбросил. И вот показывают судьи, что проброса нет. Хотя никого она не коснулась. Масалев, а не Кейнка здесь поддушил. И какие-то секунды украл для своей команды. Чарнка из бросок с острого угла переправляет шайбу Гарнет в лицевой борт. А здесь контратака. Два в один выход. Цветков. Цветков и Константин Волков не проходят. Это подкидка Гуськов. Успел помешать этой передаче. Успел. Задел шайбу, да, защитник. Ничем иным объяснить я не могу. То, что эта атака не закончилась. Браськом Цветков на такие передачи с закрытыми глазами. Раздает пачками. Не доходят они. И здесь Гучков великолепно сыграл. Вот я к чему выбрал. Да, да. Потому что Цветков сыграл здорово. Правильно, подкидка. И она шла точная. Но Гуськов здесь очень хорошо. Активно играл. Оказавшись один против двоих соперников. А здесь опаснейший момент. Защитник Чарнквест имел шанс. Не попал. Поворотом пустой был угол. И туда и отправлял шайбу Ярославский защитник. Но не попал. Уже такой навал настоящие железнодорожники демонстрируют. Пробивной мощью Михнова тоже в этой атаке воспользовались по полной программе. Именно он на своих плечах буквально трех игроков хоккейного клуба МВД затащил на пятак. И там шайба металась. Но так и не попало. А в ворота хоккейного клуба МВД. Три минуты до конца третьего периода. Безраздельно владеют инициативой подопечные Петра Воробьева. Колянин. Стенку с бортом играет. Но тут же Новак, который шайбу выбросить не сумел. Вишневский не обработал ее Виталий на синей линии. И вынуждены железнодорожники выходить из зоны с тем, чтобы вернуться туда. Как можно скорее. Вишневский загружает ее за ворота. Новак первый. Но опять выбросить ее из зоны не удается. Чурилов ставит корпус, не пуская к шайбе Горбунова. Вишневский подключается к этой атаке. Но его продвижение удается хозяевам остановить. Пока по борту шайба ходит. И никак ярославцам ее не удается отклеить. И вновь очень расчетливо. Хоккеисты МВД шайбой из своей зоны выбрасывают страху из себя от проброса. Да, напряжение возрастает до предела. Две минуты остается до окончания третьего периода. Здесь получается проброс и точная передача. И бросание будет в зоне локомотива. Нельзя им меняться. Показывают помощники главного арбитра. Да, поэтому просит Жукова на лед вернуться. И тайм-аут. Петр Воробьев вперед. Вперед уже, да. Да, судя по жесту арбитра. Да, так и есть. Может быть и несколько рановато. Но с другой стороны, чтобы уже не терять времени в концовке, во-первых. Ну и не давать сопернику возможности дать передохнуть своим лидерам. Может быть так. Петр Воробьев считает. Ну, действительно, можно ждать такого удобного момента сколько угодно. Вбрасывание у чужих ворот, затем то, щелк, пятое, десятое. Здесь проще, наверное, сейчас действительно объяснить. Выиграли вбрасывание. Удалось выйти в нормальную атаку, войти в чужую зону. Геллашвили отправляется на смену и так далее, и так далее. Да, причем я вижу, Геллашвили уже это указание получил, о котором вы говорите. Махнул, гивнул головой в знак того, что он понял свою задачу. Только вот я скажу, знаете, Роман, вот не просто всегда определить, надежно ли партнеры завладели этой шайбой. И вот вратарь часто дергается, бежать, не бежать, бежать, не бежать. Но, с другой стороны, это, опять же, вопрос в том числе и командной дисциплины и все-таки уверенности команды в своих силах в данной ситуации. То есть вопрос, опять же, тактической выучки, тактической грамотности. Ну, я к чему веду? Все-таки, когда вбрасывание в чужой зоне, да, и вот вратарь меняется, там уже на одного игрока больше, и вбрасывание легче выиграть. И все. А вот когда вот по ходу, вот атака с ходу, вот все время сложно вот определить тот момент. И запоздать не хочется, и тоже неоправданно оставить пустые ворота. Ну, вот здесь очень здорово располагаются хоккеисты МВД, так разбирают они зоны ответственности. И как раз железнодорожникам так покатиться чужим воротам не удается. Вот сейчас вышла шайба в среднюю зону, переходит в красную линию, вброшена она за ворота Геллашвили. И пока, да, о чем вы говорили, Олег. Да, дернулся, а потом назад, потому что зацепиться за нее в чужой зоне не удалось. Борьба у дальнего борта, здесь пластаются на льду хоккеисты МВД, серия победит. Вот сейчас Геллашвили покинул свои ворота, хоть и в зону еще его партнеры не вошли, но шайбы они владеют. Руденко входит в зону. Убирает шайбу, бросок по воротам, Горнет не сумел ее парировать, добивание, но здесь уже не дадут. Косми ложатся хоккеисты МВД, блокируя все подходы к собственным воротам. Пустые ворота локомотива, бросок, но здесь Чанквист ловит шайбу, почему не делал передачу. Но партнера Юрия Бабенко он нам потом расскажет, если сможет. А сейчас Бабенко не принял шайбу, принимай, забивай, гол в пустые ворота и все. И езжай на финал. 35 секунд. Ехать-то не придется. Первый матч пройдет в Балашихе. Да, ехать-то не придется, действительно, да. Цветков и Вишневский. Игра высоко поднятой клюшкой со стороны Виталия. Ловко он поймал шайбу на лету, могла она в створ ворот угодить. Не, ну там партнер сзади был, партнер бы и овладел. Ну тогда погорячился Виталий, что здесь можно сказать. Момент, который был... Трудно сказать, кому, может быть, эта остановка-то и на пользу пойдет, и тому же Локомотиву тоже. Ну вот теперь хоккейный клуб МВД берет 30-секундный тайм-аут на ногах руководства Министерства внутренних дел. 30-секундный тайм-аут. Георгий Геллашвили возвращается в ворота, потому как вбрасывание будет в зоне железнодорожников. 23 секунды до конца третьего периода. И сейчас задача стоит перед подопечным Петра Ильича Воробьева сложнейшая. Сейчас первая задача выиграть вбрасывание. В этом случае сразу побежит, естественно, меняться Геллашвили. И надо, что здесь, схода атаку сразу не проведешь. Надо сразу бросать на ворота, естественно, поворотом, чтобы и бежать на них, чтобы Гарнет шайбу эту прижал и сделал вбрасывание желательно. Но если он ее в угол куда-то отправит, тогда, значит, первым на подбор. Но все равно я считаю, что бросать нужно на ворота. Эллисон на точке вбрасывания. Горбунов и Бабенко вместе с ним на площадке. Чурилов это вбрасывание выигрывает. Геллашвили в рамке остается. А что это он не бежит меняться? О, забыл, засмотрелся он на хоккей. Вот только сейчас, да, покатил он к своей скамейке. Выбрасывают шайбу из зоны. Михнов, который как раз шестым колевым в игру вошел, отправляет ее в ворота, в направлении ворота. И все, финальная сирена тонет. В этом восторженном реве. Трибун, хоккейный клуб МВД. Роман, еще две секунды не доиграли. Табло не выключили вовремя. Был свисток, означавший, что вбрасывание будет сейчас в зоне локомотива. Хотя, конечно, за две секунды до сирены это ничего не изменит. Но судьи должны этот матч закончить по правилам. Но не после вбрасывания, конечно, в своей зоне можно забить гол. Здесь вбрасывание будет в средней зоне, похоже, проведено. Ну, вы знаете, Лайсманы показали, что вбрасывание будет как раз в зоне и правильно, в зоне локомотива. Почему? Потому что бросок был из средней зоны поворотом в то время, когда игрок локомотива еще не успел выйти за синюю линию. И это трактуется как умышленное положение вне игры. После которого вбрасывание приносится в зону провинившихся. Что сейчас и будет сделано. Даже не две, а четыре секунды отмотали, мы видим, на табло. Но я думаю, что сути это не меняет. Да, таким образом будет еще и второй взрыв восторга. Не менее радостный, чем первый. Потренировались все. Так, на радостях ворота увезли куда-то. И с большим трудом вернули их Лайсманы на место. Гарнет такой, последний взгляд на табло. Четыре секунды до конца. Да, бывали случаи в истории мирового хоккей, когда на последних секундах и от ворот до ворот шайбы попадали с вратарем в них. Что-то не знаю я о таких случаях, если честно. Ну не на последних секундах. Но помните финал Евролигии, бросок Маркова. Не за четыре секунды. Вот, пожалуйста, бросок. Гарнет страхует себя всеми возможными способами. И дубль два. Хоккейный клуб МВД. Сильнейшая команда на Западе. Финалист Кубка Гагарина. Слов нет. Одни эмоции. Что я могу сказать. Мало кто ждал. Милиционеров в финале Кубка Гагарина. Весь сезон говорили о подмосковной команде. Да, неожиданность. Да, сюрприз. Да, молодцы. Да, молодцы. И когда же и когда? Никогда. Нет потолка у этой команды, по крайней мере, до данный момент. А на финале Кубка Гагарина. Есть в североамериканском спорте такое определение команды Золушка. Но, как правило, этот депетит получает команда, которая так возила тачку в регулярке и затем расцвела, как прекрасная принцесса в играх плей-офф. К КК МВД титул команды Золушки завоевала по итогам всего этого сезона. Какой сумасшедший прогресс. Не попали в плей-офф хоккеисты МВД в прошлом сезоне. Даже в плей-офф и в этом году финал Кубка Гагарина. Практически с этими же игроками. Просто фантастика. Но радость одних и, естественно, огорчение других. Плачут ярославские болельщицы. Предельно расстроены хоккеисты ярославского локомотива. Но, естественно, согласно законам фэйр-плей, найдут они в себе силы поздравить соперников с этой заслуженнейшей победой. Мы видим, что идут обнимания на льду. Все и тренеры вышли на площадку. Весь персонал команды все обнимаются. Это достижение огромнейшее. Первое место. Тоже кубок же, да, Роман? Какой-то вручается. Победителем западной конференции сейчас будет эта церемония. То есть уже один трофей завоеван командой ХК МВД. И будут они биться за самый главный приз нашего хоккея. За кубок Гагарина с Казанским Акбарсом в финале. Ярославскому локомотиву не удалось третий год подряд пробиться в финал национального первенства. Ну, а что касается хоккейного клуба МВД, в 2004 году был основан этот клуб. И до этого сезона его лучшим достижением было десятое место. Можете себе представить? И вот такой прогресс невероятный, фантастический. При скромном бюджете, при хоккеистах, нераскрученных, что называется, к большому счету, хоккейный клуб МВД. При нераскрученной команде, при минимуме болельщиков. Да, вот в этом году, я думаю, их очень много прибавилось у ХК МВД. Но было, естественно, мало. И, ну, что там говорить. Ну, это просто феномен, феномен нашего хоккея. И это прекрасно, что в нашем хоккее вот происходят такие неординарные вещи, как рождение новой команды, рождение новых звезд. Игроков, о которых серьезно, ну, по большому счету, ну, к звездам их по-любому никто не относил. А сейчас они вправе таковыми считаться. Владимир Горбунов с кубком победителя западной конференции. Вся команда группируется вокруг этого трофея. Такое стихийное фотографирование. Опять же, то, что значит, нет просто опыта. Никогда ничего подобного хоккеисты МВД не выигрывали. Конечно, здесь, по идее, должен был быть и баннер. Мухтара, Мухтара-то надо же. Что же они, Мухтара, загородили там? Хоккейный клуб МВД. Чемпион Запада Олег Знарок Харис Виталич. Творцы этой победы дали им спокойно продолжать работать после крайне неудачного прошлого сезона. И вот он результат. Не все в этом мире меряется деньгами. На этом наша комментаторская эмиссия является выполненной. Для вас работали режиссер трансляции Станислав Хитрин, редактор Алексей Хедотов. Вели репортаж Олег Браташ и Роман Скворцов. До новых встреч. До свидания. Ну, а сразу после небольшой паузы в студии продолжат подведение итогов наши эксперты Сергей Гимаев и Александр Кузьмак. Продолжение следует.